Что ждет организм при сдаче крови, это важно знать перед донорством. Принимая участие в донорстве крови, чтобы помочь другим, важно перед началом этого благородного дела учитывать возможные сложности для организма после процедуры, а также как их минимизировать. Об этом передает краина «Здоровья». При уменьшении объема крови в организме снижается и уровень железа, что особенно следует принимать во внимание женщинам, которые готовятся стать донорами, учитывая факт, что они и так ежемесячно теряют кровь и, соответственно, железо из-за менструации. Перед сдачей крови для других следует сдать анализы, проверить и гемоглобин, и ферритин. Показатели депо белка железа не должны опускаться ниже 40-45 мкмл. У донора берут около 450 мл крови, что составляет примерно 10% от общей массы. При процедуре донорства человек теряет около 200-250 мг железа, при этом при обычном питании в желудочно-кишечном тракте всасывается около 1 мг железа. Если в вашем организме фиксируется дефицит железа, то донорство может привести к ухудшению самочувствия, а сдача крови в значительных объемах чревата проблемами со здоровьем. Как укрепить организм да и после донорства? После процедуры донорства необходимо восполнять дефицит железа в организме. Впрочем, и перед сдачей крови тоже нужно запастись этим элементом впрок. Для этого рекомендуется употреблять здоровую пищу, богатую железом. А именно красное мясо, рыбу, птицу, бобы, шпинат и прочее. Пить желательно побольше, перед самой донацией советуют выпить до 500 мл воды или другой жидкости. Медики обращают внимание, что регулярное питание помогает поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне, и это важно, чтобы не произошло головокружение после сдачи крови. Напомним, что в Украине запустили сервис для регистрации для сдачи крови. Добавим также. Перед этим в Национальной службе здоровья Украины объяснили, как подготовиться к донорству крови. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.